Всем самого доброго дня! Дорогие друзья, с вами сегодня я, Галина и моя цветочная палитра. Сегодня речь у нас пойдет о посеве семян молодил. Некоторые цветоводы уже пробовали выращивать этот замечательный цветок именно из семян. И у многих из них получилось. Но, к сожалению, остались и те цветоводы, у которых ничего не получилось. Почему же так произошло? Что было сделано не так? Все эти вопросы мы разберем в этом видео. Для начала 5 слов о самих молодилках. Эти красивые цветы очень разнообразны по цвету листвы, по своей форме, по размеру. Среди них есть гиганты около 15-20 см в диаметре, а есть и совсем крохи по 1 см в диаметре. А также они отличаются по расцветке цветов. Один год я наблюдала за цветением своей коллекции и фотографировала каждый цветочек отдельного сорта или вида. Насколько же они все разные, скажу я вам. Цветовая габа колеблется от желто-лимонного до почти белого. От нежно-розового до почти малинового. Есть однотонные цветы, а есть с контрастной звездочкой, с лучиками. Все молодилы являются монокарпиками, а это значит, что после цветения розетка погибает. Но не нужно расстраиваться по этому поводу. Во-первых, розетка зацветает на третий-четвертый год от своего рождения, а во-вторых, за это время она дарит вас богатым урожаем детворы. Если коллекция большая и молодилки растут в хороших для них условиях, то процесс отмирания практически незаметен. Зато очень красиво смотрятся цветущие экземпляры. Очень жаль, что еще так мало цветников, в которых встречаются красивые сортовые молодила. Эти цветы заслуживают нашего внимания. Теперь о посевной и как все начиналось. Если есть цветы, значит есть семена. А если есть семена, значит их нужно сеять. Вот к такому нехитрому умозаключению я пришла 5 лет назад. Как сеять семена я сразу поняла. Интуиция мне подсказала, что семена молодилок и семена кактусов сеют одинаково. А так как опыт по посеву семян кактусов у меня уже был на то время, причем очень успешный, я посеяла молодила точно так же. А теперь все по порядку и очень подробно. Итак, правильный грунт для наших семян. Он должен быть очень-очень легким. Я беру покупной грунт для кактусов и смешиваю его с песком. Можно купить агропесок, можно использовать тот, что есть под рукой, но желательно, чтобы он был крупной фракцией. Песок я беру тот, что у меня есть в наличии, как говорится, под рукой. У меня это речной песок. Его очень просто промыть и убрать ненужные нам смеси. В основном это глина. Промываю я его так. Видите, какая чистая водичка. Этот песочек я промывала 20-25 раз. Насыпала его в 3-х литровую банку и просто бултыхала ее. Затем сливала воду и наливала чистую. Это нужно делать до тех пор, пока вода не станет прозрачной. То есть у нас не останется примесей. Вот такой влажностью должен быть у нас грунт. Видите, остается форма и рассыпается. Далее мы берем емкость для посева. Я пользуюсь высокими пластиковыми контейнерами на 2 литра. И наполняем грунтом. Дренажные отверстия я в своих контейнерах не делаю. Но всем советую, если у вас нет такого навыка, то лучше всего подстраховаться и насыпать хороший слой дренажа. И, конечно же, сделать дренажные отверстия. Контейнер грунтом я никогда не заполняю полностью. Грунт нужно очень хорошенечко уплотнить. Особенно это нужно сделать по краям, чтобы семяшки не провалились внутрь. Также его нужно очень хорошо разровнять. Очень хорошо. И даже немножко вот так отшлифовать, потому что семяшки молодил, но очень-очень мелкие. Вот так. Все. Посмотрите на эту плошку, где растения уже растут второй год. У них есть место вверху. И это очень важно. Так как первое время они будут находиться под крышкой. Семена молодил очень мелкие. И мы их будем распределять по поверхности. Нам нужно сбрызнуть наш грунт водой. Далее распределить семена, не заделывая их в землю. Далее я еще раз сбрызну семена из пульверизатора. И одену крышку. Вот так. На этом наш посев закончен. Теперь поговорим о том, когда наши семяшки начнут прорастать. Итак, на примере этой плошки мы видим, что прорастание семян молодил очень растянуто. Первые всходы появляются, как правило, через 5 дней. Но хочу обратить ваше внимание на то, что не все сорта и виды имеют одинаковую всхожесть. Вот посмотрите. Есть уже крупные, есть экземпляры, есть маленькие, а есть совсем малыши. Они взошли через год при естественной стратификации. Теперь я никогда из плошек не буду рассаживать рано своей молодилке. Пусть постоят, подумают еще год. Когда малыши подрастут, их нужно рассадить по отдельным квартиркам. Можно вот в такие плошки. Здесь растения будут расти, пока у них хорошо не разовьется корневая. Вот, где-то 5 сантиметров такая плошечка. Но можно посадить и в горшочек. Вот побольше экземпляры я сажаю вот в такие квартирки уже. Видите? Уже даже эта молодила дала маленькую деточку. Вот такая вот тропыга. Как я уже говорила ранее, не все сорта имеют одинаковую всхожесть. Есть прямо-таки туго думы. Вот посмотрите, здесь посеяно 4 сорта. У всех одинаковые условия. Но при этом всхожесть очень разная. Это нужно учитывать при выращивании молодил из семян. Теперь давайте разберем еще один нюанс. Очень часто те, кто сеет молодила впервые, задают мне вот такой вопрос. Почему мои сеянцы зеленые? Я ведь покупала у вас смесь. Для того, чтобы молодилки окрасились. Если это, конечно, заложено у них по генетике. Им нужно время. Им нужно время и, конечно же, солнце. Посмотрите, какая разница между сеянцами, которые растут у меня в теплице в плошке, и сеянцами, которые растут на улице. На улице сеянцы приобрели свой истинный цвет. А в теплице они остаются еще очень и очень бледненькими. Хотя здесь, именно в этой плошке, я уже вижу, что будут яркие красавицы. Красавишные, наверное. Или красавцы. Вот так вот. Теперь несколько слов о том, что мы получим при выращивании молодилы семян. Вот пример одной мамы. Посмотрите, все малыши одинаковые. Конечно же, нет. У молодил при семенном размножении идет расщепление родительских признаков. Подчеркиваю, именно у сортовых, а не у видовых. Не обязательно, что из красного молодила вы получите только красные сеянцы. Очень даже могут родиться зелененькие. Несмотря на все эти нюансы, выращивать молодила из семян очень легко и очень интересно. Это все детки от одной мамы. Лист почти у всех одинаковой формы. А вот цвет, я думаю, вы и так уже все поняли. Следующее наше видео выйдет очень скоро. До новых встреч! Всем теплой весны! С вами была я, Галина и моя цветочная палитра.